Разные у нас есть учреждения. Совершенно верно. Условия везде разные. Все зависит от режима, от хозяина, от поведения осужденных, от того, кто с кем договорился, очень-очень от многих вещей. Самое-то главное, что пресс-релизов СИН с потрясающими блюдами, там еще с чем-то. Я видела в этом году на госзакупках в ноябре под Новый год одна из зон закупала икру и креветки. Это что-то такая люксовая тюрьма. Да, это все, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. Все это на стол к ченому не попадает. Но попадает другое. Ну, во-первых, можно договориться, а в женских зонах договариваются всегда. Отбой попозже. В 23 это в плохом варианте, где-то в час, а в женских зонах и в 2, чтобы посмотреть пресловутый голубой огонек. Но главное не это. Главное, чтобы все посмотрели новогодние обращения Владимира Владимировича. Это вот по этому поводу добазариться можно всегда. Это во-первых. Во-вторых, конечно, к Новому году готовятся. Затягивают заранее передачи, пытаются покупать в тюремных ларьках. Знаете, в таких вот жестяных банках из-под печенья готовят собственные торты с измельченным печеньем, джемом, сливочным маслом. Вот такие вот многослойные пироги. Бывают и сделают и салаты вполне себе. Знаете, в крайнем случае выжимают и измельчают ролл, там вместе с сайрой размешивают и с майонезом, и сходят за новогодний салат вполне. Но кто, что называется, кто договорится, может договориться и до передач, не знаю, там, вплоть до суши. Я такое знаю. И очень редко, но бывает так, что добазариваются до шампанского, до чего-нибудь еще. Но чаще всего ставят свою брагу. Ставят свою брагу из сухого, такого заплесневого хлеба. Главное, подготовиться, значит, готовиться заранее. Конечно, прячут ее от обысков и так далее. Или брагу на лимонных корках засушенных, или то и другое вместе. Ну, в общем, Новый год, везде Новый год. Все-таки к этому празднику действительно готовятся. И действительно здесь закрывают глаза на многое. Очень часто. Очень часто просто закрывают глаза. И самое главное, самое приятное для заключенного – 1 января нигде нет зарядки. А, даже так. А отбой когда? Отбой у кого как. Вообще официальный отбой. Официальный отбой в 11 уже точно, уже в Новый год уже все баиньки. Это нужно же нас послушать. Да, послушать Владимира Владимировича. И там еще полчасика, чтобы успокоить нервы после впечатления от обращения. Конечно. Ну, а там дальше зона тихонечко гуляет. А уж СИЗОТ точно гуляет до утра. И даже если речь идет о СИЗОТ, то и на Маляву особо не обращать внимания. И ходят поздравления в виде браги, в виде каких-то там затянутых ништячков. Ходят по всей зоне, конечно, по коням, по этим вот поживым дорогам. Дороги – это веревки, натянутые между камер, которые являются главным способом и обмена, я так понимаю, всем тем, чем арестанты и заключенные. И способ коммуникации, ну, то есть ты можешь какую-то записку передать, сообщить о том, как твои дела, узнать какие-то новости, получить информацию. А это вообще легальная вещь? Ну, то есть это как-то… Ну, нет, конечно, как может быть межкамерная связь легальная вещь? Конечно, нет. Но она есть везде, во всех странах мира. Просто на нее закрывают глаза. Ну, да, вот с 31 на 1, это закрывает глаза. А с спецконтингентом, вот с особо опасными, с экстремистами, террористами, как обходится им, что в Новый год? Тоже пытаются каким-то образом насолить? Я почему спрашиваю, про кого? Про Алексея Анатольевича, конечно. Ну, вы знаете, Алексей Анатольевич сейчас находится в совершенно другом положении, поскольку, во-первых, он Алексей Анатольевич, у него все равно особый случай. У него не было возможности затянуть передачу. Не было такой возможности. У него не было возможности завести себе друзей в тюрьме, да, семейников, то, что называется. Он в одиночке. Поэтому здесь вряд ли что-то кто-то ему подкинул. Он наверняка мог через адвоката, который, собственно, нам сообщил, где он находится, получить, я не знаю, там, пачку чая, пачку печенья, пачку джема или что-то в этом духе, ну, если это получилось. А так, в общем, больше нет. И уж точно он встречал Новый год в одиночестве. Есть ли у него в кабеле телевизора, я очень сильно сомневаюсь. Но мне не думается, что Алексей Навальный сильно переживал, что он не увидел влагодневое обращение Путина. Сомневаюсь, да. А, и спрошу про еще одного заключенного, про Владимира Карамурзу. А вот в таких вот заведениях, или он сидит в одиночной камере, он вообще, насколько я понимаю, даже ни с кем не разговаривает в течение дня толком? Да, его огораживают, как и многих политических, но вот Карамурза и Алексей Навальный, у них, к ним совершенно особенные отношения, их огораживают. У Владимира Карамурза ситуация, у него чуть-чуть все-таки получше сообщение, потому что иногда его все-таки вынимают из ШИЗО, но, конечно, у него большая проблема, прежде всего, со здоровьем. Я напомню, что его заболевание входит под номером 29 в список заболеваний, утвержденных правительством, которые препятствуют отбыванию наказания в местах лишения свободы. Я бы еще напомнил, что это заболевание появилось не случайно у Владимира Карамурзу, а это последствия того отравления, за которым... В результате двух отравлений, да. Двух отравлений. Российские спецслужбы, о чем тоже наши коллеги приводили доказательства, и о чем мы тоже не забываем говорить. Как проходит Новый год в тех местах, где осуществляется принудительное лечение, поскольку понимаем, что сейчас и активистов, те, кто выступал против российской агрессии в Украине, отправляют иногда не в тюрьму, а именно вот так, на принудительное лечение. Ну, вы знаете, тоже есть, что называется, две версии. Версия официальная, версия неофициальная. В любом случае, в Новый год всем даются некоторые послабления. Есть, конечно, такой, что называется, официальная жизнь, официальная жизнь в том числе и этих учреждений, где показывают, как лепят осужденные для отбывания наказания в специализированных больницах, лепят снеговиков, украшают елочки самодеятельными игрушками. Это, конечно, все есть, но это не имеет отношения к радости. К радости имеет отношение то, что можно не спать в 10 вечера, и что действительно можно, ну, хоть чуть-чуть занять себя, я не знаю, даже ночной беседой с окружающим миром. И то, в общем, это большое подспорье, потому что в 10 везде жесткий отбой. И есть записки, воспоминания, есть очень много свидетельств того, что даже когда есть отбой, не удается договориться, проверка раз в час, и, надо сказать, что у Краульных тоже Новый год, и этот раз в час, в общем, тоже он такой довольно ленивый, поэтому ставят и табуретки между шконками, которые накрываются, и потом очень тихо все это собирается, когда идет проверка. Ну и, конечно, конечно, отпускают по кругу чефиль. Чефиль такое дело, которое есть везде, по три гладка каждому, и если есть отбой, то чефиль пьется лежа. Ну что, очень вредно для зубов, очень вредно для сердца, но тюремная традиция. В 31 декабря новость была о том, что впервые, значит, 4 года колонии назначили 18-летнему жителю Майкопа по обвинению в государственной измене, да, и что это первый случай в России, когда по этой статье осудили школьника за то, что он якобы, значит, фотографировал воинскую часть, а потом эти фотографии отправлял куда-то каким-то представителям иностранного государства. А вообще, что это за история такая? Ну, это все же началось, все это началось раньше, все это началось, я напомню, с каннских школьников, которые были обвинены в том, что они покушались на ФСБ, и там тоже реальные сроки, и там один из каннских школьников, он сейчас переведен недавно, совсем в августе этого года, во взрослую зону, ему исполнилось 18 лет, 6 лет дали Никите, каннскому школьнику, и вот с этого всего началось, пожалуй, с них. И давайте вспомним, и все-таки старые дела, Новое Величие, например, там же тоже было некоторым участникам по 17 лет, когда на них заводились уголовные дела. Да, с одной стороны, происходит резкое омоложение, такого чудовищного преступного мира, который связан с войной. С другой стороны, и мы знаем с вами, что не жалеют и совсем пожилых людей, мы знаем с вами, опять же, в Казахском крае возбужденное дело против священника, 86 лет, за антивоенные фейки. Поэтому здесь перестали смотреть на возраст, в принципе, и на возраст, и на сан, и на статус школьника, на все что угодно. Просто, просто ментут всех подряд, и я думаю, что в отчетном году вот эта тенденция, которая появилась не вчера, но все-таки позавчера, она пойдет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!